Законы, которые регламентируют градостроительную деятельность, необходимо доработать. К такому мнению пришли участники дискуссии к барьеру архитектуры Петербурга «Новая враг старого», прошедшей в рамках форума ProEstate. Я считаю, что в таких городах, как Петербург, градостроительный кодекс должен быть изменен, потому что у нас штрафы за неправильную парковку индивидуальные для Москвы, для Петербурга, а правила, по которым строится здание в Тюмени, в Тагиле и в Петербурге, одни и те же. Мне кажется, это неправильно. По мнению Баркова, градостроительный кодекс должен содержать положение, регулирующее качество застройки. Эту точку зрения поддержали и другие участники дискуссии. По словам вице-президента Петербургского союза архитекторов Владимира Попова, много говорится об уникальности города, но мало делается для того, чтобы в нем можно было нормально работать и жить. Те самые юристы, которые сегодня руководят процессом градостроительства в Петербурге, они совершенно не понимают, что они делают. Они работают прокурорами, а они должны быть защитниками этого города. Архитектор считает, что градозащитники, архитекторы и представители бизнеса должны объединиться и начать дискуссию с властью. Член Совета по сохранению культурного наследия Александр Кононов полагает, что предложения об изменении законодательства должны исходить и от девелоперов, и от градозащитников. Власть, к сожалению, сейчас такая, что не подталкивая ее со стороны общественности, с одной стороны и со стороны девелоперского сообщества, с другой стороны, они сами еще, так сказать, много лет будут ковыряться с совершенствованием нормативной базы. Участники дискуссии также считают, что необходимо четко определить функцию исторического центра. Город может развиваться только за счет частных капиталовложений, а эти капиталовложения, они не являются грантами, это огромные деньги. И программу, которую пытается сегодня государство обсудить, вы знаете, с 300 миллиардов дошли до одного триллиона для спасения центра. Этих денег, я думаю, государство никогда не найдет. Комплексная стратегия развития центра должна стать результатом консенсуса между всеми сторонами. Только на этой основе можно его развивать и реновировать, считают эксперты.